МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти ботинки и сапоги не боятся ни пекла, ни обильных осадков. В них возможно преодолеть любое бездорожье, взобраться на горы и даже отправиться на Северный полюс. Для активного отдыха идеально подходят и эти костюмы. Некоторые модели выдерживают экстремально низкие температуры, до 40 градусов ниже нуля. Представляю вам одну из самых распространенных моделей. Это костюм ночной волк, костюм демисезонный для температурного режима до минус 10-15 градусов. Чем уникальны эти модели? Во-первых, эти модели были разработаны специально для охотников. Как вы уже видите, здесь представлена пассивная защита, которая может убираться спокойно в рукав и не мешать вам при ходовой охоте. То есть это было сделано специально для того, чтобы охотник, находясь на номере, не был поражен соседом. Мы используем только эргономичный крой. В данной модели мы используем мембрану высокого качества с характеристиками 8 тысяч водонепроницаемость и 5 тысяч паропроницаемость. А этот костюм называют поплавком. В него вшивают специальный материал, который помогает удерживать человека на воде. Также в костюме есть специальные приспособления для спасалок, так называемых. Потому что когда человек проваливается под лед, основная его задача вылезти из проруби, из полыньи, куда он провалился. И бывает очень зачастую человек пугается, а сюда, если у него будут вставлены специальные спасалки, он просто их вытаскивает и благодаря им может спокойно вылезти из полыньи. Данный костюм предназначен именно для рыболовов. Он должен быть утепленным. Здесь также имеется специальный карман для мотыля. Данная модель у нас сейчас очень популярна. Мы в ней используем влагозащитные молнии. Продукции чебоксарской компании ХСН доверяют рыболовы и охотники по всей стране и далеко за рубежом. На пошиве и экипировке для активного отдыха предприятия специализируются более 20 лет. Сейчас здесь выпускают порядка двух тысяч моделей одежды и обуви, а также кожаные ремни, чехлы, спальные мешки и рюкзаки. А недавно компания презентовала и новую коллекцию одежды. Стратегию компания выбрала такую, что в период кризиса мы решили не стоять на месте, а именно развиваться. Для этого мы разрабатываем сейчас коллекцию. Светобор, она уже у нас разработана, и она уже есть в магазинах. Люди ей очень активно пользуются. И она доказала, что действительно соотношение цены и качества компания наша обязательно выдерживает. На пользу предприятию пошли и санкции других стран. В связи с ростом курса доллара и курса евро, ввоз продуктов импортных становится более сложным. И, соответственно, конечный покупатель не перестает приобретать те изделия, у которых цена, соответственно, будет очень сильно завышена. Качество этих костюмов ничем не уступает импортным, а вот цена значительно ниже. Для их пошивы используют проверенные годами материалы, российские меха, зарубежная кожа и фурнитура. Большим спросом сейчас стала пользоваться мембранная ткань. Также мы очень активно стали сейчас использовать дизайн. Как вы видите, используется расцветка цифра. И тем самым данные изделия можно использовать не только на охоте, но и в повседневной жизнедеятельности. Сыха предприятий оснащены современными станками. Их закупали за рубежом. К примеру, на этом станке создают герметичные швы для водостойкой одежды. У нас вообще очень много эксклюзивного оборудования в цехах. Это и швейное оборудование, и с обрезкой края, и машины для керметизации швов, что достаточно редкое явление у нас. В последнее время мы внедрили термопечать. Это уже новинки. И в связи с тем, что спрашивают клиенты, естественно, мы стараемся в ногу идти со временем. Формовку карманов внедрили. Оборудование все очень дорогостоящее. Но, естественно, все приобретается за рубежом. Поклонником этих костюмов является и Николай Валуев. Известный боксер признался, что он уже давно выезжает на охоту и рыбалку в экипировке ХСН. Депутат Госдумы посещал не раз и само предприятие. Такой интерес в чебоксарской продукции вполне объясним. Любая экипировка, вплоть до ремня, проходит болевые испытания. Сейчас эта продукция реализуется в более чем 600 магазинах России и стран СНГ. Задача предприятия – расширять свои границы. Впрочем, сейчас у ХСН появилась реальная возможность потеснить на рынке конкурентов и за рубежом. Редактор субтитров А.Семкин